Всем добрый день или добрый вечер, или доброй ночи. Для тех, кто делает свои первые шаги в социальной сети ВКонтакте, рассмотрим вопрос, как сделать запись в группе ВКонтакте. И здесь я сразу уточню, что запись это то же самое, что публикация. Любая социальная сеть предполагает какие-то публикации. Ну что ж, перейдем ВКонтакте и разберемся. Если вы смотрите это видео, то предположу, что страничка ВКонтакте у вас уже есть. И наверняка на своей страничке вы уже что-то публиковали на своей стене. Так уж называется лента, в которой мы публикуем, или стена, или лента новостей. И здесь у нас есть специальное поле, в котором написано, что у вас нового. И мы можем здесь что-то написать. Конечно, я написала обо что. Ну, например, привет всем. И после этого мы нажимаем отправить. И запись у нас успешно опубликована. То же самое происходит в любой группе. Но прежде чем перейти к группам, посмотрим, что помимо того, что мы можем что-то написать, у нас есть возможности опубликовать различные виды информации. И есть еще список еще, в котором мы можем выбрать еще больше возможностей. И если мы работаем со своей страничкой, у нас есть еще специальная кнопка только для друзей. То есть мы можем публиковать записи на стене таким образом, чтобы их видели все в сообществе, в лентах новостей. Или только те, кто являются нашими друзьями. Те, кто с нами дружит, кто есть в списке. Ну и вообще тут я долго рассматривать не буду, потому что, как любят говорить айтишники, интуитивно понятно. Изображение камеры – это мы размещаем фотографию. Изображение ленты – видеозапись. Изображение нот – аудиозапись. Ну и дальше тоже вроде бы все понятно. Но некоторые детали мы рассмотрим в отдельных уроках. Если же речь идет о группах, то имеет смысл рассмотреть два варианта. Первый вариант – это когда мы просто состоим в группе или эта группа открытая. Перейдем в такую группу. Перед вами группа, в которой я состою. И в этой группе все настроено таким образом, что любой, кто состоит в этой группе, может что-то опубликовать. И у нас написано «Добавить запись». Мы сюда кликаем мышкой и видим, что у нас есть те же самые инструменты, почти те же самые, за небольшим исключением, которые мы только что видели на своей стене, в своем профиле. Но нет кнопочки только для друзей. Понятно почему. Потому что мы публикуем запись в группе. Это открытая группа, и в этой группе есть возможность публиковать записи. Существуют также другие группы, в которых, например, она тоже открытая, я в нее свободно вступила. Но возможности опубликовать свою запись нет. Есть только записи самой группы. И, к сожалению, здесь уже ничего не поделаешь. Итак, я думаю, что понятно. Здесь мы можем спокойно что-то опубликовать. И второй вариант, когда мы не просто состоим в группе, а можем еще ее модерировать. То есть у нас есть дополнительные права, благодаря которым мы можем сделать что-то большее. Либо являемся администратором группы или создателем. Свои группы тоже можно создаваться. Но это тоже отдельные вопросы, которые в этом небольшом видео мы рассматривать не будем. Перейдем в такую группу, в которой я являюсь модератором. И вот эта группа, я в ней являюсь модератором. Я в ней состою, и у меня есть дополнительные права. В чем это выражается? Самые внимательные уже могли заметить, что инструменты почти все те же. Но есть еще интересная опция, где мы можем выбрать, от чего имени мы публикуем. И мы можем публиковать от своего личного имени или от имени группы. И когда мы являемся модераторами группы, то логично, конечно, все записи публиковать от имени группы. В этом случае они в ленте новостей у подписчиков будут лучше видны. Поэтому модераторам даже рекомендуется делать это обязательно. Но если очень хочется зафиксировать именно свое авторство, когда в группе несколько авторов, и есть договоренность, что авторы подписываются, можно поставить флажок. И после того, как будет опубликована запись, будет еще отображаться подпись. Ну и кроме уже рассмотренных нами инструментов, я забыла еще показать, что есть еще отдельно вот смайлики. Тоже мы можем здесь выбирать. Ну для теста сейчас я публикую тестовую запись от имени сообщества со своей подписью. Если здесь флажок не ставить, просто подписи не будет. Сейчас я сделаю кнопку «Отправить», и вот появилась моя подпись. После того, как я сделала эту запись, есть некоторое время. Вот недавно ВКонтакте сделали так, что это время ограничено. Мы можем эту запись отредактировать. Есть возможность ее закрепить, она тогда будет всегда сверху. И есть возможность удалить. Ну вот те записи, которые опубликованы недавно, можно еще редактировать. Я работаю с этой группой недавно, поэтому в течение суток, видимо, я не отслеживала время. Такая возможность есть. Но через некоторое время, наверняка через сутки, я предполагаю, опция «Редактировать» пропадает. Поэтому за этим стоит следить. Поскольку это тестовая запись, я ее удалю для демонстрации в том числе. И если мы обратим внимание, после того, как мы что-то сделали, поставили настройки, выбрали публикацию от имени сообщества, поставили флажок «Подпись», эта настройка сохраняется. Поэтому мы тоже следим за вот этими опциями. Ну а в следующих видео я рассмотрю более детальные вопросы, какого типа информация может быть в записях и какие существуют особенности размещения такой информации. До встречи в следующих уроках!